Всем здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего занятия Древний Рим. План лекции. Первое. От Латинского Союза к Римскому Государству. Второе. Римское Царство. Третье. Римская Республика. Мы сегодня с вами поговорим о возникновении Древнеримского Государства и его развитии до периода Римской Республики. Ну и затронем начальный период Римской Республики до начала Пунических войн. То есть этот период как раз связан с становлением фундамента, основы Древнего Рима. Ну а вообще Древнеримскому Государству предшествовало полугосударственное образование, возникшее в начале первого тысячелетия до нашей эры. В западной части Апенинского полуострова. На левом берегу реки Тибр. Латинский Союз. Тридцати городов. На карте выделены красным. Во главе с города Альбалонга. На карте он такой в красной рамке. Союз был вынужден. Воинственные кланы латиняна объединяла внешняя угроза от высокоразвитых этрусков с севера и колониальной экспансии греков с юга. Но по всей видимости это объединение было слабым и раздираемым внутренними противоречиями. Как между общинами-кланами, так и борьбой за власть внутри самих общин. Поэтому, когда несколько поселений, по легенде семь, Палатин, Капитолий, Квернал, Виминал, Эсквелин, Цели и Авентин объединились в одно и на берегу реки Тибр возникла новая сила под названием Рим. Альбалонга была уничтожена. Ее жители переселены в Рим. При этом знатные рода Альбы получили звание римских патрициев. А Латинский союз оказался в подчиненном положении к Риму. Поселения выделены зеленым цветом. Римом же правят цари. Царский период римской истории делится на две части. Латинско-сабинский и этрусский. Сразу нужно пояснить, что царских династий в Риме не было. Власть царя в нашем современном понимании не была царской или абсолютной. Власть римских царей была ограничена законом. Они делили свои полномочия с сенатом, это с собранием глав патрицианских родов, и должны были соглашаться с решением комиссии, народного собрания. Царя могли изгнать, ослепить и даже казнить. Первый римский царь Ромул предстает в традиции как фигура совершенно абстрактная, как создатель римской социально-политической организации. Он учредил сенат из 100 человек, после объединения с обинянами из 200 человек, организовал войск из родовых обвинений, так называемых курий. Ему приписывают и другие реформы, которые создали новый город. Имя его означает римский и из Рима происходящий. Ромул фигура совершенно мифологическая, и никто из исследователей не признает его реальной исторической фигурой. Хотя итальянцы в последнее время говорят, что все-таки он, видимо, существовал, потому что они даже вроде нашли могилу Ромула в самом Риме. Второй римский царь, после Ромула, Собинянин, Нума Помпилий. Цари в начальном этапе чередовались, латинянин, Собинянин. Опять-таки, фигура мифологическая, как Ромул считался создателем римской политической организации, так Нума считался создателем римской религиозной и правовой организации. Ему приписывали 50 законов. Третий царь, Тула Гастилий, латинянин. Царь довольно воинственный. Ему приписывалось одно событие, которое имеет подтверждение и в археологии. Разрушение города Альбалонги. А позже многие римские патрицианские роды хвалились своим происхождением из этого города. Четвертый, Ангмарций. Последний царь латинско-собинского царского периода. Начало правления было мирным. Он покровительствовал развитию торговли и земледелия. Но города Латинского Союза расценили такое правление, как слабость. И, договорившись с собинянами, вольсками и трусками, напали на римские земли. Ангмарций успешно начал войну. Взял город Палиторий, Тилен и Фиканы. Разбил войско противников при Медулине. Латинское население всех этих городов было переселено на Вентинский холм. И стало основой плебейского сословия. Владения Рима расширились до самого устья Тибра. Затем Ангмарций двинулся на встречу вольскам, которые несколькими отрядами шли на Рим. Он разбил их сильным войском и осадил их в столицу Велитву. Вольске вынуждены были заключить с Римом вступательный и оборонительный союз. Ну и, по легенде, Ангмарций захватил этрусские городовые и фидены. Ну, хотя здесь как бы вот можно не доверять. Скорее всего, это какие-то римские патриотические позывы. Пятым римским царем и первым представителем этрусской династии, кстати, в отличие от предыдущих царей, существование Луция, Тарквиния, Прииска, признается большинством современных историков. По легенде, он был греком, женатым на представительницы этрусской знати. Разбогател на торговле и переезжает в Рим, где за счет богатства приобретает влияние при дворе и становится любимчиком Ангмарция, после смерти которого народное собрание сбирает Тарквиния царем. Но что происходит на самом деле, нам неизвестно. Мы можем только предполагать. Хотя, если посмотреть этим предположением правде в глаза, а не римским легендам, государство этрусков в этот период достигло наивысшего рассвета. Этруски расширяют свои владения во всех направлениях. Они свободно конкурируют с греками, вытеснив их с корсики, находятся в союзе с Карфагеном. Поэтому, вопреки древнеримским легендарным патриотическим традициям, можно предположить, что этруски подчинили себе Латинский союз и навязали Риму своего царя. Такое предположение косвенно подтверждается археологическими данными, которые прямо указывают на огромное культурное влияние этрусков на Рим того времени. Но, несмотря на это, Луций Тарквини в памяти римского народа остался как положительный царь. Связано это с тем, что он много строил. В Риме появляется большой цирк для проведения гонок на колесницах, который функционирует в дальнейшем несколько веков. Было осушено болото между холмами, замощено и на его месте строится римский форум. Место для проведения народного собрания и рынок, которое объединяет поселения на холмах в единый город. То есть Рим наконец-то становится единым городом, а не разделенным на ряд районов, которых разделяет болото практически непроходимое. И город окружается каменными укреплениями, пока еще не стеной, а именно укреплениями, каменными, то есть башнями. Где-то появляется каменная стена, но в основном все-таки сохраняются деревянные постройки. Но это уже имело большое значение, потому что Рим в то время это не очень крупное поселение. При этом для отведения воды строится дренажная система. Да, у них тогда уже была ливневая канализация, и городу перестают угрожать наводнения. Была построена знаменитая Клоака Максима. Это римская канализация, которая в принципе частично функционирует до сих пор. Заложен фундамент храму Юпитеру, верховному богу римского пантеона. Откуда средства? Тарквини активно и успешно воевал с соседями, грабя и собирая с них крупные контрибуции. Ну а шестым римским царем становится сервий Тули. Есть предположение, что он узурпатор, захвативший власть при поддержке этрусков. Так как Луций Тарквини, усилив Рим, пытался уйти из-под их влияния. Ну и как бы возглавить Латинский Союз. За что и был убит. А много позже, рационально и патриотически настроенные римляне придумывают легенду о том, что Тарквини убили хотевшие власти дети бывшего царя Анкомарция, о котором мы уже говорили. Но римляне их не поддержали и выбрали царем названного сына Тарквиния Сервия Тулия. Сервий Тулий проводит ряд очень важных внутренних реформ римского общества. Ну, во-первых, он делит Рим на округа. На 21 округ. В общем, это 4 городских округа и 17 сельских. Ну, вообще, реформа похожа на греческую реформу Солона. И, в принципе, можно предположить, что Сервий Тулий использует греческий опыт, который он получил от этрусков как раз. Что эта реформа дает? Она разрушает родовой принцип организации древнеримского общества. То есть, как бы, начинает объединять общество в одно целое и превращает Рим уже не в союз трех племен, живущих на разных холмах, на разных поселениях и объединенных одной идеей и формом. А уже превращает из союза трех племен в государственное образование. Сам же Рим наконец-то был окружен также по приказу Сервия Тулия единой каменной стеной защитной. Римское общество при этом было разделено на имущественные классы. Опять уже по греческому примеру. Ну и по имущественному классу формировалось, как и в Греции, как и у этрусков, войско и работала избирательная система. Таких классов было шесть. Кстати, больше, чем у греков. Тут римляне уже пошли дальше. Они начали уже развивать эту систему. Внутри классов римляне делились на центурии. Это общие войсковые и избирательные единицы. Самым богатым был первый класс. Представитель этого класса должен был иметь годовой доход более ста тысяч асов. Ну, чтобы было понятно, на один ас в то время можно было купить 10 быков или 100 овец. Ну, примерно. Ну, и то уже понятно, что это огромная сумма. Первый класс выставлял 98 центурий, 80 центурий тяжелой пехоты и 18 центурий всадников. Но тут была одна хитрость, мы о ней поговорим чуть позже. Второй класс. Это 75 тысяч годового дохода, 75 тысяч асов. Второй класс выставлял 20 центурий пехоты, так же, как и третий класс, у которого доход должен был быть 50 тысяч асов. И четвертый класс. Тут уже доход был меньше, 25 тысяч асов, это понятно, да, но центурий он выставлял столько же. 20 тысяч, ой, 20 тысяч, 20 центурий, извините, 20 центурий воинов. Пятый класс. Доход до 12, 12 тысяч 500 асов и выставлял 30 центурий. 26 центурий прачников и лучников, 2 центурии музыкантов и 2 центурии ремесленников. 6 класс, это знаменитый люмпин пролетариат, имущество не имел и выставлял всего лишь одну избирательную центурию. То есть, заметьте, именно избирательную центурию. Потому что, так как они не имели имущества, они были освобождены от военной службы. Вот, и здесь как раз можно раскрыть хитрость, да, следует понимать, что центурия была не только боевой единицей, но избирательной. На выборах учитывался голос центурии. То есть, не каждого человека, а именно одной центурии. То есть, у какого класса общества больше центурий, тот и правит балл на выборах. Ну, то есть, выбирает, продвигает своих людей. При этом, количество людей в центуриях, да, оно огромной, ну, какой-то большой роли, ну, вообще практически никакой роли не играет. Несмотря на то, что центурия переводится как «сотня» с древнелатинского, ну, в реальности, например, в одной центурии первого класса могло быть меньше десяти человек, да, а в центурии шестого класса было более тысячи там пролетариев. Ну, и, например, в центурии там третьего класса, да, или четвертого класса уже было реально по сто человек, там, по сто пятьдесят, но они проигрывали выборы, потому что у первого класса просто у патрицианского, да, у богатых людей, у олигархов было больше центурии. Кстати, нам такое избирательное право знакомо, нам оно даже близко, потому что подобное избирательное право было и в России в начале двадцатого века, где на выборах одному голосу помещика соответствовало четыре голоса крупных буржуа. То есть четыре дворянина-помещика, да, ой, извините, то есть один дворянин-помещик, и его голос соответствовал четыре голоса крупных владельцев заводов, буржуев, которые не были дворянами, или шестидесяти восьми мелких городских хозяев, да, то есть мещан, как их тогда называли, или двухсот шестидесяти крестьянских голосов соответствовало, или пятьсот сорока шести голосов рабочих. Вот, причем, смотрите, рабочие даже ценились меньше, чем крестьяне, да, сейчас наоборот. А, значит, как и правитель России Николай Второй сервитулей опирался на олигархов. Их достаток и власть ему были важнее, чем обычный народ. Но эта реформа дала, хоть и очень ограниченные, но гражданские права плебеям и возможность небогатой части населения участвовать в политической жизни. Хотя это были достаточно ограниченные реформы, они все равно были, как бы, чисто для успокоения основной массы народов и действовала народа, да, действовали на пользу олигархам патрициям. Но патриции, заседавшие в Сенате, устроили государственный переворот. Им эта реформа не понравилась. И в ходе этого государственного переворота сервитулей был сначала изгнан из Сената, потом убит. То есть, он пришел в Сенат, его туда просто не пустили, так как человек был довольно пожилой, он просто развернулся, пошел домой. Сенаторы испугали, что он сейчас позовет товарищей, которые встанут на его сторону, которые его поддерживают, и отправили за ним убийцу. сервитулей был убит, и его собственная дочь участвовала в заговоре против него, и когда она проезжала мимо колесничий, то есть, возничий на колеснице, остановил колесницу, увидев, что лежит впереди тела, она приказала ему не останавливаться, и на колеснице проехала потелываться. В Риме с тех пор эта улица носит название Проклятая, где по легенде был как раз и убит сервитулей. Седьмым и последним римским царем становится Луцитарквини Спесивый, ну или более привычный нам гордый. В римском легендарном эпосе он показан как ипостасия всего плохого царской власти. То есть, он как раз должен доказать, почему римляне отказались от царей. Хотя, в реальности, Торквини гордый, по всей видимости, был очень деятельным царем. Он проводил активную завоевательную внешнюю политику, упрочнил союз Рима и латинских городов путем физического устранения тех, кто считал Рим поработителем латция и созданием родственных союзов. например, свою дочь он выдал за Октавиа Мамиля, царя одного из самых крупных латинских городов города Тускула. При Торквини и городом римские войска впервые вторглись в область Вольсков. были завоеваны города Суэса Помпеция и Ангсур. Благодаря большой военной добыче Луций Торквини занялся активным строительством в Риме. При нем был достроен храм Юпитеру на Капитолийском холме, закончено строительство канализации Клаки Максима, срыта Торпейская скала, возвышавшаяся над формом, она использовалась для казни, Торквини почему-то видимо не любил казни, был человеколюбым, поэтому приказал срыть эту скалу. Ну и при этом справедливо опасаясь судьбы предшественника в связи с тем, что влияние этрусков в Риме и на Пенинском полуострове начинает уменьшаться, это связано с упадком их культуры после ряда сокрушительных поражений от греков, Торквини гордый начинает проводить политику репрессий не только против приверженцев прошлого короля погибшего Сервия Тулия тестья, кстати, Торквини гордый, Торквини гордый был женат на дочери Сервия Тулия, которая как раз по нему на колеснице проехала, но начинает проводить репрессии еще и против сенаторов и патрициев олигархов. Численность сената, который рассчитывал на то, что Луций Торквини вернет патрициям былые привилегии, довольно сильно сократилась. И царь не только его не пополнял, но и создавал, его старался создавать его как можно реже. Функции сената фактически заменил совет приближенных царя. Ну, поэтому сенат приготовил заговор против Торквини, во главе которого стоял Луций Юний Брут. Кстати, интересный персонаж, чем он интересен, во время репрессии он притворялся таким слабоумным дурачком, за что и получил прозвище Брутий Тупица. И в итоге репрессии его не коснулись, а парень оказался ох как непросто. Когда Торквини Гордый вместе с сыновьями покинул Рим, Луций Брут, собрав на форуме римлян, убедил их изгнать царя и установить в Риме республиканскую форму правления. Ну, там не очень хорошая история для сыновей Торквини Гордого и для самого Торквини Гордого. Но мы ее пока упустим. И когда Торквини вернулся в Рим, его просто туда не пустили, перед ним закрыли ворота, объявив его изгнанником. В изгнании Луций Торквини пытался заручиться поддержкой этрусков и латинских царей, убеждая их в том, что Рим хочет распространить республиканскую форму управления по всему Лацию. За Торквини заступился этрусский царь Ларс Парсена и он кстати Луций Торквини на него больше всех рассчитывал. Но несмотря на победу над римлянами Ларс Парсена заключает с республикой мир. Причем ну как бы по римским легендам он не смог захватить Рим, но в реальности скорее всего Рим был захвачен просто Ларс Парсена имел какие-то свои виды использовать Рим против других врагов и поэтому он его не отдал Торквинию. После этого Луций Торквини сумел настроить против Рима латинян однако в битве при острове при острове извините при озере Ригил в 496 году до нашей эры союзное войско было побеждено римлянами в битве погибли сыновья все сыновья Торквиния а бывший царь был вынужден бежать в греческую колонию кума к царю Аристодему где он и скончался так закончилась эпоха римских царей и началась пятивековая история Римской Республики получается что начальный период формирования Римской Республики это время борьбы Рима с Торквинием гордым желающим вернуть себе власть а также с этрускими с этрускими желающими вернуть Рим под свое влияние ну и внутренней борьбой в самом Риме между патрициями и плебеями за политические и гражданские права патриции это римская аристократия олигархические кланы отождествляющие себя с исконным римским населением с исконно римскими родами им принадлежали общественные земли то есть они были богатыми землевладельцами и они обладали всеми гражданскими политическими правами на начальный период формирования республики только патриции могли избираться на государственные должности и быть сенаторами плебеи населения рима не отождествляющиеся с исконными римскими родами так как считалось считалось пришлым или переселенным с покоренных территорий поэтому они не могли пользоваться общественной землей и участвовать в политической и общественной жизни города и как раз внешняя угроза нависшая над римом способствовала выступлению плебеев и их борьбе за свои права республика была создана патрициями и для патрициев плебеи в ней теряли те немногие права данные римскими царями в том числе и Тарквинием гордом им оставались только обязанности служба в армии платить налоги и так далее вот как раз эти обязанности плебеи начинают саботировать например одной из важных обязанностей была служба в римской армии от которой нельзя было уклониться но плебеям просто покидали поле боя ссылаясь на страх ну и так далее патриции в ответ усилили гражданское неравноправие плебейские центурии теряют право голоса им перестают выделять земли на захваченных территориях у римлян в распределении захваченной земли было два понятия это право на оккупацию по этому праву патриции берут земли столько сколько им нужно и право на ассигнацию то есть оставшаяся земля распределяется между плебеями так вот земли под право ассигнации завоеванных землях патриции не оставляли то есть плебеям перестает доставаться земля и самое ужасное для плебеев это долговое рабство выкуп из которого физически был невозможен и долговое рабство растет и сенаторы патриции это поддерживает все это увеличивает напряжение в обществе и накал борьбы при этом внешняя угроза Рима тоже возрастала против Рима выступили горные племена Сабинов Вольсков с ними в союзе были все те же этруски и даже римские союзники латины первым с организованным и крупным недовольством плебеев в такой ситуации столкнулся консул с Пури Касси Вицелин под его руководством римская армия нанесла поражение Сабинянам захватила у них обширные территории позже в кровопролитном сражении озера Ригил в 496 году до нашей эры были разбитые латины Спури Касси Вицелин видя напряжение среди плебеев и чтобы успокоить противоречия в обществе ну и успокоить вообще плебеев предлагает Сенату отказаться от права оккупации и разделить завоеванные земли поровну между не предавшими союз латинянами и безземельными плебеями за что и поплатился второй консул прокола Виргиния Трикоста Рутила при поддержке Сената обвиняет Касси в попытке узурпации власти и за счет дешевой популярности у плебеев ну то есть попытки стать опять царем за счет плебеев так как он был популярен в армии армия в основном состоялась плебеев и Сенат приговаривает с Пурия Касси к смерти то есть через казни через бичевание и отрубание головы причем сделать это должен с ним был родной отец то есть видимо отец поддерживал Патрициев а не собственного сына то есть из-за боязни потери сейминутной выгоды и своего узкого сословного эгоизма Патриции перечеркнули довольно мудрое государственное решение а человек его предложивший обвинен в предательстве патрицианского класса и казнен как враг республики да то есть даже там несмотря на все его победы и так далее его упоминание было запрещено и плебеев в итоге не получают даже право ассигнации в завоеванных землях и плебеям нужна уже была такая маленькая капелька или искорка чтобы их терпение лопнуло и этой каплей стало обещание консулов что когда плебеи воюют то есть они не могут зарабатывать деньги и выплачивать там какие-то долги семьи этих плебеев не смогут попасть в долговое рабство сенат обещание консулов не выполнил и когда плебеи вернулись с очередной с очередного военного похода многие не застали свои семьи дома потому что они были просто проданы в рабство и вот здесь терпение плебеев лопнуло в 494 году до нашей эры они устроили первую забастовку прямо отказались участвовать в войнах за им и покинули его переселившись на священную гору где стали строить и крепленный лагерь это безусловно наносило страшный удар не только по военной мощи Рима но и по экономике так как основная часть ремесленников и торговцев это как раз были плебеи да и налогоплательщиков сенат и консулы испугались пошли навстречу плебеям их семьи были возвращены из рабства долги прощены и в сенате появляется новая должность народный трибун народный трибун должен в сенате защищать права плебеев он получает право вето то есть он просто может наложить вето на любой закон принимаемый патрициями в сенате также он получает право священной неприкосновенности и право законодательной инициативы в дальнейшем плебеи добиваются еще и того что один из консулов обязательно должен быть представителем плебеев ну и тем самым получает еще более больше гражданских и политических прав римская республика начинает приобретать свои классические черты как же формировалась республиканская власть и как она в целом работала об этом мы сейчас и поговорим в Риме собирается три вида народных собраний которые в Риме назывались комицией до реформ сервиатули в середине 6 века до нашей эры народные собрания собирались только по курьям и назывались куриатные комицией куриатные комицией они были единственным видом народного собрания однако курии были замкнутыми объединениями патрициев сильными пережитками родового управления и понятно что не включали плебеев серви Тулей роль которого в оформлении римского государства на особенном велика допустил плебеев к военной службе и создал так называемое центриатное устройство в нем мы уже говорили в связи с тем что в пятом четвертом фехаре до нашей эры важнейшая проблема общественной жизни продолжались порождались многочисленными войнами борьбой патрициев и плебеев значение старых курьерных комиций сильно упало и в их функциях осталось только утверждение высших магистратов то есть они их не выбирали они просто утверждали их на должности и вопросы семейного права то есть они могли принимать семейные законы ну и осуществлять суд по каким-то семейным делам и то в основном только среди патрициев а решающее значение в государственной жизни приобрели собрание римских граждан по центуриям в которые входили как патриции так и плебеи центурии центуриат комиссии собирались высшими должностными лицами консулами за городской чертой Рима на поле посвященному богу войны Марсу на марсовом поле голосование проходило по центуриям каждая имела один голос голоса подавали по строго заведенному порядку сначала самая богатая центурия первого класса затем второго третьего и так далее все шесть центурий если за предложение голосовало больше 50% голосов голосование прекращалось в предложении ну и предложение становилось законом именно центуриатные комиссии выбирали всех высших магистратов высшие должностные лица в государстве в процессе борьбы плебеев с патрициями приобрели важное государственное значение собрания плебеев по территориальным округам трибам первоначально трибутные собрания комиссии состояли из одних плебеев и собирались противовес чисто патрицианским собранием по курьям усиление политического значения плебеев привело к росту государственного авторитета трибутных плебейских собраний по закону 449 года до нашей эры решения трибутных плебейских комиссий признавались законом обязательным и для патриции в трибутных комиссиях стали принимать участие и патриции а этот вид народного собрания ко второму веку до нашей эры стал основным решающим государством трибутные комиссии связанные по своему происхождению с собранием плебейских масс с самого начала отличались демократическим характером все 35 триб имели независимо от состава населения один голос как и центуриатная комиссия и пользовались одинаковыми правами в отличие от центуриатных комиссий демократический характер трибутных комиссий усилился после реформы Апиа Клавдия конец пятого века до нашей эры по которым ремесленники и торговцы всегда более подвижные и беспокойные могли приписываться не только в четыре городских трибы но и в остальные 39 сельских и тем самым оказывать свое влияние на более широкую массу населения избирали трибутные комиссии народных трибунов квестеров и курульных идилов обладали эти собрания судебной властью в них рассматривались дела влекшие за собой штраф ну если говорить проще и понятнее проще не получится но попробуем то куриатные комиссии в которых к рассвету республики уже участвуют и плебеи занимаются разрешением семейных тяжб и назначением невыбором то есть они никого не выбирали а именно только утверждали на должности высших магистратов то есть когда центуриатные комиссии их выбирали дальше куриатные комиссии должны были их утвердить центуриатные комиссии во времена республики именно то народное собрание которое голосовало за выбор тех или иных людей на важнейшую должность консула консул это высшая государственная должность в римской республике должность была коллегиальной то есть консулов было два один патриций второй плебей при этом решение одного консула без одобрения второго не имело законной силы консула избирали сроком всего лишь на один год также центуриатные комиссии избирали цензоров цензор это высшее должностное лицо отвечающее за оценку имущества граждан и причисление гражданина к какому-либо классу общества то есть к первому второму третьему четвертому пятому шестому также цензор следил за правами и нравами в обществе за нарушение нравов кстати имел право исключить человека даже из числа сенаторов ну и даже из числа консула также он осуществлял финансовый строительный контроль цензор избирался сроком на один год и из числа бывших консула избираться второй раз одному и тому же человеку на эту должность было запрещено то есть цензор уже подвергался люстрации также центуриатной комиссии избирали преттер преттер это заместитель консула то есть когда консул отсутствовал например если консулы возглавили армию в военном походе то преттер исполнял их роль то есть ему принадлежала высшая власть в Риме в отсутствие консула основной же работой преттеров было гражданское правосудие в какие-то неординарных ситуациях когда нужно было срочно разработать какой-то закон центуриатные комиссии выбирали доцемвиров доцемвиров это коллеги из 10 человек которых как римляне говорили выбирали при экстраординарных обстоятельствах но например для составления законов требующих независимого решения и осуществления власти на время написания закона и третье народное собрание это трибутные комиссии к рассвету республики в них наряду с плебеями уже входили и патриции они занимались выборами народных трибунов народный трибун это одна из важнейших государственных должностей Рима трибуны представляли плебеев в сенате и были главными защитниками их прав избирались сроком на один год и в это время они не имели права покидать Рим двери их дома должны быть круглосуточно открыты так как трибун был обязан в любое время принять у себя жалобщика из народа при этом личность трибуна была абсолютно неприкосновенной Идилов также выбирала трибутная комиссия Идилы это помощники народных трибунов и хранители архивов уже к рассвету республики трибутная комиссия выбирали еще и судей ну и различные коллеги коллеги это как бы прообразы современных министерств противовесом комиссиям и главным органом власти патрициев был Римский Сенат с установлением республики Сенат наряду с магистратами и народными собраниями комиссиями стал существенным элементом общественной жизни в состав Сената пожизненно входили бывшие магистраты таким образом здесь концентрировались политические силы и государственный опыт Рима Сенат предварительно рассматривал законопроекты предлагавшиеся для голосования в комиссиях ему принадлежало высшее руководство военными делами внешняя политика финансами и государственным имуществом также надзор за религиозными культами право объявлять чрезвычайное положение и так далее то есть в случае сильной внешней угрозы или политического кризиса опасного для существования государства и требующего быстрых решений независимых решений и действий Сенат имел право назначить диктатор чрезвычайно уполномоченное должностное лицо сосредоточившее в своих руках практически абсолютную власть назначался диктатор максимум на 6 месяцев также сенаторы могли назначить интерекс эта должность назначалась максимум на 5 дней в очень чрезвычайных обстоятельствах например гибели обоих консулов так как кроме консулов никто не имел права собрать комиссии как раз интерекс выполнял эту функцию то есть его главная функция была собрать комиссию комиссии и провести выборы новых консулов сенат утверждал законы и результаты выборов контролировал деятельность магистратов таким образом сенат фактически осуществлял руководство государства и с установлением паритета между патрициями и плебеями римская республика перестает топтаться на месте только отбиваясь от внешних угроз начинается завоевание италии которое шло не очень гладко римляне часто терпели поражение но созданная ими политическая система всегда спасала даже в самых сложных ситуациях одним из таких примеров решения сложные ситуативные задачи да и примером кстати римского патриотизма и понимания силы политической системы своего собственного государства можно увидеть в легендарных действиях Луция Квинкиция Цинцинат который будучи консулом вел довольно непримиримую борьбу с правами плебеев но он эту борьбу проиграл и после окончания консульства удалился от власти и занялся фермерством на окраине Рима когда племена вольсков и эквов объединившись начинает наступать на Рим и окружает римскую армию под командование обеих консулов сенаторы просят Цинцината принять титул диктатора вспомнив что он прекрасный полководец Цинцинат немножко подумав потому что ему нужно было собирать урожай и не собрав урожай можно было оставить семью голодными потому что он был хотя и патрицием но не был очень богатым что делает Цинцинат он собирает новое войско из ветеранов каждому выдает по легенде по заостренному бревну и отправляется на врага кружив вольсков и эквов он строит вокруг них полосу укреплений с чистоколом из тех самых бревен и получается что внутри кольца и снаружи оказались римские армии спрятанные за укреплениями через 6 дней вольские эквы не выдержали такой внешней и внутренней осады и сдались а популярность Луция Квинкица Цинцината выросла до небес даже среди плебеев которые готовы были согласиться на продолжение его диктаторских полномочий но Цинцинат разбив противников Рима через 14 дней правления слагает себя сам диктатор и возвращается на свою ферму сославшись на то что ну не любит он конечно плебеев но власть ему не нужна ему нужна сильная родина со счастливым народом что с узурпаторами власти невозможно кстати первый президент США Джордж Вашингтон после неоднократных просьб окружения которая намекала на то что у них в Америке свой путь развития что не надо смотреть на историю Европы и что без Вашингтона Америки не будет они предлагали стать ему пожизненным президентом но по окончанию второго срока Джордж Вашингтон уходит из политики со словами президента можно быть только два срока и уезжает к себе на ферму полностью уезжая из политики население воодушевленное таким поведением своего первого президента в честь этого события в США организуется общество защиты демократических ценностей под названием орден Сенцината а в штате Огайо город Лос-Анти-Виль был переименован Сенцинат ну и кстати до 1947 года в конституции США не было прописано сколько сроков президент должен находиться власти это было негласное правило не больше двух сроков что же в Риме войны с Эквами и Вольсками постоянно возобновлялись и приводили к постепенному переходу их земель в руки римлян когда соперничество Рима с могущественными этрускими с могущественными этрускими городами во главе с Вей за контроль над соляными месторождениями закончилось да и закончилось это соперничество захватом сначала города Фиден а затем и падением самих Вей и Рим становится слишком могущественным членом Латинской Федерации после чего он начинает рассматривать Латинский Союз лишь как орудие для своей политики ну понятно что латинских союзников такое положение абсолютно не устраивает и они требуют полного равноправия в отношениях а также своего представительства в Римском Сенате и коммитциях в чем им было отказано и Римская Армия сама начинает наступление на уже бывших союзников кстати стоит сказать несколько слов римской армии того времени она получила массу преобразований и довольно сильно поменялась то есть они отказались от греческой фаланги и так далее то есть к этому времени она полностью отказывается от фалангового построения и переходит к манипулярной тактике которую они перенимают кстати у Сабинов и трехлинейному построению первый ряд это гастаты воины из людей изначально из людей третьего класса а потом уже преимущественно молодых людей возрастом 20-25 лет гастаты были вооружены двумя дротиками длиной до чуть больше метра ну метр где-то 20 сантиметров и колющий рубящим коротким мечом гладиусом для защиты использовали большой овальный щит высотой ну примерно тоже метр 20 сантиметров и шириной около 75 сантиметров доспехи обычно состояли из квадратной нагрудной пластины со стороной около 20 сантиметров и по ножу на левой ноге ну те молодые легионеры у кого были деньги они носили кольчугу голову защищал бронзовый шлем украшенный перьями черного или темно-красного цвета и гастаты первыми вступали в бой в случае если они начинали терпеть поражение или командующий видел что они устали через специальные промежутки между центуриями их отводили в тыл а в бой вступали принципы это воины второго имущественного класса на начальном этапе уже в развитой республике это войны которым было от 30 до 40 лет они были вооружены метательными копьями пилумами и традиционными опять же короткими мечами гладиями которые кололи и рубили здесь было преимущество да то есть когда человек рубит он поднимает руку и как бы открывает подмышку ну вот римляне придумали что хорошо в эту подмышку коротким мечом колоть и поэтому их глади он в отличие например от греческого меча ну и других он был колющий рубящим и чаще они применяли как раз колющий удар ну ладно вернемся к нашим товарищам принципам в принципе остальную экипировку покупали уже на свои средства она в себя включала опять же большой прямоугольный щит скутум бронзовый шлем и кольчугу вот если атака принципов не давала результата и наступал критический момент в битве что было довольно редко они отходили за третью линию уже триарьев это наиболее тяжеловооруженные войны первоначально войны первого класса но классической республики римской это наиболее опытные ветераны которым было 40 45 лет интересно да кстати сколько здоровья было у этих ветеранов и какова была их физическая кондиция что в римской армии в таком возрасте они представляли самую грозную силу интересно было с современными мужиками сравнить 45 или 50 летними ну ладно в отличие от остальных классов тяжелой пехоты триарии были схожи с греческими гоплитами они несли длинное ударное копье и большой круглый щит ну наподобие гаплона щит удлиненная форма просто хуже сбалансирован и неудобен по обращению с тяжелым копьем также в оснащении триария входил короткий меч гладиус гладиус очень удачный паноже защищавшие незакрытые круглые щитом голени шлем и бронзовый панцирь ну и либо кольчуга такая армия разбивает латинских союзников два сражения у горы Везувий где силы противников были равны и начало сражения в принципе не предвещало разгрома одной или другой сторон до тех пор пока римское левое крыло под натиском латинов не начало пятиться к принципу командующий левым флангом консул Децей понял что пришел его час и приказал ликторам сообщить второму консулу Торквату что обрекает себя на смерть ради победы римской армии после чего консул бесстрашно бросился в эпицентр сражения перед гибелью расстроив боевые порядки обескураженных его действиями латинов которые такого не ожидали и латины подумав что римляне уже проигрывают потому что вот они консул бросился как резерв всей армии тоже бросают в бой последние резервы они сломили и гастатов и начинают сломливать уже и принципов они уверены в своей победе потому что считают что римляне израсходовали все свои силы но латинские полководцы ошиблись и римские триарии приняв промежутки между рядами отступающих принципов и гастатов по приказу выжидавшего момента торквата попросту раздавили обескровленную уставшую армию латинов разбежавшаяся латинская армия после ужасного разгрома на скорую руку была собрана у города Трифона где пополнилась новобранцами союзных племен здесь их догоняет армия победителей и вступив с марша в бой окончательно разбивает неприятеля итогом этой войны с латинами стала потеря мятежными племенами частей латция и капой земли эти земли были отданы римским плебеем и также был запрещен любой союз между общинами латинскими сепаратный мир с компанцами поднял их в правах ну а больше всех пострадали вольские флот которых был сожжен земли отобраны в пользу Рима оставший народ загнан в горы ну и к концу войны с латинами узнав про силу Рима за помощью к римлянам обратились аристократы из греческого города Неаполя они попросили помощи в борьбе с неаполитанской демократической партией ну во многих учебниках кстати написано что римляне всегда поддерживали аристократов и выступали против чуждой демократии но в реальности если посмотреть правде глаза римляне прекрасно осознавали значение контроля над таким важным городом и конечно согласились римские войска осадили Неаполь в обстановке блокада ситуация в Неаполе изменилась взяла вверх проримская аристократическая партия которая обманным путем удалилась сомнитский гарнизон и сдала город римлян то есть демократов поддерживали племена сомнитов с Неаполем был заключен союз ну а сомниты обиделись и объявили Риму войну римская армия уверена в своей силе непобедимости на тот момент часто она так себя вела кстати она выдвигается против сомнитов но она была окружена и разбита в Ковдинском ущелье после чего Рим был вынужден заключить позорный для себя мир на 6 лет но за этот период в Риме много чего поменялось то есть Рим учился на ошибки в отличие от многих государств Рим очень хорошо учился на своих ошибках особенно в республиканский период они проводят военную реформу легионеры легионы стали делиться на более мелкие маневренные соединения а также цензор Апий Клавдий Цека проводит демократические реформы которые поднимают боевой дух римского войска состоящего в основном из плебеев сомниты узнав о действиях римской армии у их границ снова начали войну и опять же эта война для сомнитов у них был прекрасный полководец она была довольно успешна и сомниты в итоге вторгаются на территорию Лацио причем сомнитам на помощь приходят вторгшиеся в Италию в очередной раз галы к сомнитам присоединяются этруски и в итоге римская армия встречает врагов у города Сентино это уже недалеко от Рима в глубине Лацио и сходу атаковывает своих противников галы союзники сомнитов галам удается при помощи своих боевых колесниц пробить довольно широкие бреши в римских рядах и в этой схватке с галами погибает римский консул Публи Децимус в то же время второй консул Фаби Максим разгромил сомнитов и ударил на наступающих галов с флангов чем в конце концов и обратил их в бегство в этом сражении также погибает и талантливый полководец виновник всех побед сомнитов их главный предводитель Гелий Эгнатий после этого поражения галы отступили на север русские попросили мира а сомнитская федерация понятно распалась сомниты уже в одиночку не смогли противостоять Риму и в итоге попадает под полное его влияние Рим становится наиболее влиятельным государством в Италии в итоге римляне практически оккупируют земли от руссков и начинают свое продвижение на север Италии но за помощью к римлянам обращаются уже греческие города кстати у итальянских колоний у греческих у них была одна большая проблема у них не было своих армий они перешли к какой-то такой стадии они просто нанимали наемников и поэтому если у города не хватало денег ему приходилось за помощью обращаться к соседям ну и понятно попадать под влияние этих соседей так вот на город Фурий часто нападали луканы и жители греческого города попросили помощи у римлян ну и в итоге римляне которые уже били луканов к этому времени Фурии оставляют свой гарнизон и вот это не понравилось грекам из города Торрент Торрентийцы призывают на помощь известного полководца и пирского царя пира который был какой-то троюродный племянник Александра Македонского и все говорили что пир на него похож и пир старался подражать Александру Македонскому наверное голову так держал книжки написано Воронковой подобно другим эллинистическим властителям пир мечтал о славе Александра и стремился создать обширную державу завоевать Апеннинский полуостров Сицилию ну а потом победить Карфаген и понятно что предложение от ориентийцев его соблазнило в 280 году до нашей эры пир появился в Италии при нем было более 20 тысяч пехоты 3000 всадников и новинка боевой техники для италийцев 20 боевых слонов всегда был вопрос откуда у него это все в принципе он не из богатого царства был ну я думаю что правители эллинистических государств просто хотели от него избавиться и дали ему денег и дали ему слонов чтобы он свалил наконец из Греции и больше там не будоражил товарищей своими боевыми действиями использование в битве этих животных про которых в Италии никто не знал ну и играло решающую роль первое сражение перед Гераклеем было пиром выиграно причем римляне такие да мы там проиграли потому что были слоны знаете да напоминает вот как-то у нас да да мы там проиграли в Крыму потому что у них там Крымскую войну потому что там англичане с французами вместе были пушки у них дальше стреляли вот так же римляне да отмазывались все греческие города а так же Луканы и Сомниты перешли на сторону царя он предпринял поход через Сомне и компанию на лации но неожиданно для него латины предпочли объединиться с Римом и пир воздержался от риска вернулся в Тарат а в 279 году до нашей эры произошла вторая знаменитая битва пира с римляне при Аскуле и Апуле она закончилась победой пира римляне потом написали что у пира были такие ужасные потери что он произнес крылатую фразу еще одна такая победа над римлянами и мы окончательно погибнем но остальные то есть очередные действия пира показывают что не было у него видимо таких потерь что не в очень сложном положении оказался потому что когда карфагиняне заключают военный союз с Римом направленный против пира пир договаривается с сицилийцами и высаживается на Сицилии и начинает там кошмарить уже карфагинян которые контролировали к тому времени значительную часть острова это не понравилось торентийцев но в торентии остался сильный гарнизон и понятно что торентийцы ругались но ничего предпринять не могли когда пир победил карфагинян на острове Сицилии он начинает планировать поход в Африку ну то есть если бы он понес потери большие против Рима я думаю поход бы не смог планировать проблема у пира была в чем в том что армия наемников она же не пополнялась то есть его потери они были невосполнимы в отличии кстати от римских потому что у него были чисто наемники он погиб бы и все ты другого не найдешь ну и денег у него было в принципе ограничено и понятно что сицилийцы денег на поход в Африку ему давать не хотели потому что им нужны были деньги на восстановление экономики города Сиракуз и поэтому храбрый человек и блестящий полководец разругался сицилийцами и в итоге он видимо хотел уже воевать и против греков сицилийских но они вступили в союз с карфагенами с карфагенянами и пир в итоге вернулся в Италию в Торрент за время его отсутствия римляне сумели уже владеть греческими городами кротоном и локрами поэтому и наступали уже на сам Торрент Торрентийцы были рады возвращению царя и в итоге между войсками Пира и римлянами под командованием Мания Куриадента в 275 году до нашей эры произошла битва в болотистой местности у города Малевентум означает нездоровый воздух к этому времени римляне уже научились бороться со слонами на которых греки возлагали большие надежды и они отбили атаки пира то есть они начали более активно использовать прачников и лучников и сами легионеры с собой тащили ежи то есть сваренные железные такие прутья в форме звездочки которые бросали слонам под ноги ну чеснок и римляне переходят в контрнаступление разбивают греческое войско после чего место вот это вот заболоченное Малевентум из плохого дурного нездорового воздуха называют римляне Беневентум хороший воздух ну название кстати сохранилось за местом поныне пиру пришлось бесславно покинуть Исталию и вернуться в Грецию оставленный им в Торренте гарнизон довольно быстро сдался римлянам особенно то есть это произошло почему потому что гарнизон узнал что пир погиб там в Греции его там быстренько прикончили чтобы он не будоражил воду своими замашками Александра Македонского дальше римляне завладели Луканией и Брутием захватили греческий город Регий в итоге вся Италия была покорена римлянами независимым от них только остался этрусский город Вальсини причем жители города Вальсини вооружили самых бесправных бедняков то есть тот же пролетариат и освободили рабов но они почему-то не стали защищать бывших хозяев а подняли восстание и передали власть в городе римлянам вот хотя есть другая версия что они подняли восстание и верхушка этого города обратилась за помощь к Риму и римские войска владели Вальсини но мне первая версия больше нравится после чего весь Апеннинский полуостров до Ападанской долины был подчинен Риму такой успех римлян не случайен его можно объяснить несколькими причинами ну во-первых географическое расположение Рима прямо в центре Италии на судоходной реке ну и близ соляных разработок то есть соль в тот момент это был очень ценный товар даже дороже чем золото потому что это единственный доступный консервант и это способствовало быстрому экономическому развитию Рима понятно что с ростом торговли расширялись культурные связи и возможности изучить окружающие общины у которых Рим учился то есть это редкий довольно пример когда государство учится на своих ошибках и на чужих и в социальном плане также Рим быстро развивался социальное противоречие патрициев плебеев ну то есть приводили к внутренней борьбе и успехи плебеев в борьбе в этой борьбе стимулировали завоевательную политику Рима ну что опять же положительно сказывалось на боеспособности в конце четвертого века до нашей эры Рим достиг военно-технического превосходства практически над всеми соседями манипулярная система и применение коротких копий мечей позволило римлянам легко маневрировать в любых условиях но наиболее важным фактором было то что противники Рима не имели единства римляне этим прекрасно пользовалась галлы сомниты сабильские племена находились в момент столкновения с Римом на более низком чем они уровне это в учебниках пишут хотя по настоящему может в социальном плане да но в плане культурном но вряд ли то есть они как бы жили первобытно общинным строем многим племенам это не мешало побеждать цивилизованных противников а вот этрускому и грекам как раз не хватало единства и согласованности действий ну и то есть их разъедали внутреннее противоречие соперничество между собой то есть греки с греками этруски с отрусками ну и у греков как я уже говорил не было своих армии в Италии и большая заслуга римлян в этом плане перед собой в том что они все это учитывали они разбивали своих противников поодиночке ну и создавая союзы с бывшими врагами то есть принцип разделяя власть у которой римляне придумали действовал у них на полную катушку вот и этот принцип препятствовал созданию единого фронта борьбы с Римом хотя после вот этих побед завоевания Италии у Рима появляется новый противник очень страшный противник для Рима и которому Рим в начале проигрывает это Карфаген но о нем поговорим отдельно то есть о пунических войнах поговорим отдельно о том что Римская республика своим развитием да и почему Рим так долго потом смог существовать мы уже в принципе с вами разобрали ну все пока а мне спокойной ночи разобрали